вы не думаете то ну что мы тут кое чем занимаемся посмотрите он пришел знаете почему знаете где лежу он говорит иди я зашел сейчас утром в квартиру в квартиру я приперся сегодня утро в квартиру короче смотрите я сегодня спал на в помойке и в будке в будке сегодня спал в лора кстати там написала то что я какой-то трусили трусили извращение цели что-то типа такого но все извращение значит еще я кого-то возбуждаю не с утра наверно пошел пошел постеснялся показаться короче это я утром захожу в квартиру в комнату и это говорит иди горит к себе в будку на подстилку я круче сегодня спал на балконе представляете вот это вот мое место сегодня было в будке тут и это и наушники в общем вот так и сегодня спал здесь вот так с открытыми окнами это просто ужас был сегодня утром ночью опять не мог заснуть жарище духотище вообще просто я не я наверно часа в три во сколько мы где-то пол первого легли не могу заснуть опять не знаю что делать я уже и водой сходил сполоснулся чтобы это как-то называется чтобы хоть как-то освежиться потому что я как-то ложился спать намочишься вот так вот весь тело все водой не так кто-то из зрителей писал под вентилятора ляжешь тело остывает так скажем до ответа виновения дуновение ветра и то что ты влажное дело остывает и ты как-то задремала тут ни хрена и так и всяк центру время уже короче пол четвертого ой получит так пол третьего пол третьего было я не могу заснуть вышел на улицу сюда там такая прохлада на балконе выглядит такая прохлада там-то классно как-то джичка там это толстая ходит ее как-то во влоге с бабушкой за бабушкой сидит такая она полная сидела на улице время пол третьего она разговаривает по телефону но я улиц потому что реально хотя бы ветерок какой-то дует дома вообще ни хрена не задувает я и туда и сюда еще делать короче думаю надо ложиться на балкон короче я вот это пол третьего расстелил здесь все что только можно все что нашел и короче лег здесь одел маску одел наушники но сначала не мог заснуть потому что маски очень жарко то есть маски жарко невозможно лицо начинает потеть хотя не то что потеть и ну просто как бы ну мешает от того что жарко она мешает любом случае тоже не тонкий не тонкая какая-то знаете как слафетка она же все равно достаточно плотно это штука и что там она волос не уже а вот и короче пришлось мне это ее снять но когда ты лежишь на полу вот так снизу это выглядит окна то открыты видите все окна открыты и так хорошо сейчас уже все равно кошки со мной тут спали в общем у нас будка была на троих кошки спали со мной оставь открытую дверь это хорошо дует сразу пусть продует немножко квартиру вот видите как шторки ходят и сразу так прохладно и я видимо в какой-то момент просто отключился отключился вот вот этого всего но то что не назвали извращенцем это ной это для меня комплимент значит кто-то еще у кого-то я еще значит возбуждаю что ли со своими опухшими глазами потому что ты не пописал на ночь и поэтому у тебя глаза опухли а у меня не пост тут стали постоянно опухшие но там где-то посреди дня они отходят надо косметологу и те и на блефаропластику записаться на очень уставшие веки надо туда поднимать куда-то вот так вот так вот так чтобы а потом короче чё я спал спал чему все это дачу то спал спал лежал 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 и такой думаю блин надо перевернуться потому что все тело затекло просто затекло невозможно потом все равно твердо несмотря на то что удастся там эта пенка и укладывали пенку но короче и потом я как-то вот так вот лежал на полу кверху лицом ой блин что-то тут у меня вообще все я у вас там кручусь верчусь вот так вот лежал короче кверху лицом и понимая что вот это вижу над собой ничего не замечаете ладно палка она над палкой вот на этой короче полки болен да что ж такое зачем ты переворачиваешься вот на этой стиле там стеллаже сверху болен на этом стеллаже ручка торчит вы видите ручка вот она а это мне кажется там килограмм 15 это агрегат который как он называется делать мясо жарит то как паш называется эта фигня гриль гриль я лежу между кошачьей подстилкой с рачкой вот это для кошек туалет между старым массажным столом между пашинами джинсами трусами носками и это как называется футболками в этом сухнущими с кошками вот здесь окошками было забито и я на этой собачьей подстилки как мне паша сказал вот тут лежу значит вот так вот ножками шевелю и думаю сейчас эта штука мне как херанет по башке и утром павлик проснется с трупом потому что у меня в голове именно такие мысли были думаю как она будет лететь это во первых думаю даже если она вдруг полетит я в шатану вот эту штуку ну там переворачиваюсь тут бутылки какие-то понимаете ну тут соус соус со как будто бы где-то я это он на тур походит в турку в собачья будка что говорит собачья будка где-то знаете в сарайке сарайке спал ну короче такой думаю если она полетит она просто побахнет мне по голове я просто не услышу что произошло думаю надо надо тогда думаю беруши хотя бы снять беруши блять снять чтобы хотя бы слышать когда полетит взять или через сон такие мысли дуэси она полетит я буду я ее слышу я смогу отвернуться и она тогда упадет где-то рядом в общем конце концов беруши и так вы не снял но прижался к стене чтобы думаю ну где как бы лежу и понимаю что видите вот если у стены лежу вот здесь то тогда она упадет где-то краю ближе к дверям вот такие короче несут собачья будка сегодня у меня вот такая была история интересная интересная история вот я сейчас до сих пор здесь лежу и кошка у меня здесь игруля моя маруська кого поймала поделись жрачкой маруся маруся в общем это первая пришла ко мне спать это пришла первая ко мне спать пришла первая ко мне спать и вот мы так с ней спали спали потом старшая пришла и старшая тоже лежала ну все это и мух надо ловить она мух ловит ложись давай ложись вот так вот мне просто нельзя маруся сиси показывать ютюбе по моему нельзя сиси показывает все что угодно можно писи можно а сиси нельзя зато как удобно с похмелья спать здесь представляете на именно на этом собачьем месте сразу вода у тебя тут стоит сразу пей не хочу сразу можно пить сколько-то бора в похмелья но на чтобы нет похмелья поэтому не пили надо ехать на рынок рано утро сейчас время 9 утра начала 10 я забыл вчера марине написать короче чтобы поехать на рынок короче вот написал по моему на что-то ответила то что малосольные огурцы продаются женщину 1 уолы но в тот раз когда мы к ней приехали время было 10 на нет на 10 время было еще в 12 1 уже никаких огурцов не было но в прошлый раз когда мы поехали на дачу к юле мы были наверно в 10 часов там начале 11 но в 10 наверное огурцы были короче надо успеть съездить за огурцами за малосольными а вы как спите хорошо дует ветерок с окна открытого вы как спите сушки на улице вообще хорошо вот здесь особенно в тени такой хороший ветерок дует прямо как будто бы ты где-то на море прямо вот такой прохладненький прохладненький бриз но в квартире вот это не ощущается о блять что такое что за цвет помойного ведра сусального цвет сусального золото что дружба народов покрашен такой цвет что шпиль главный на в днх одного цвета вместе с павильоном центральным была урна черная стала урна золотая блять у кого мозгов хватило такое накрасить для золотых людей наверно для золотого общества что сюда бросали мусор свой золотой я все вчера то сейчас то еще хочу сказать так скажем пролонгируя продолжая небольшим кусочком во влоге в сегодняшнем историю про вчерашний влог про марка белого посвятимому две минуты еще разговора а в том то что у меня же больше не то что обидело что написал он то что обидело то что наверное не понял может из меня конечно такой рассказчик но большинстве это людей 99 процентов понимают о чем я говорю один процент как-то видимо не понял я еще раз говорю или не смотрит целиком влоги или еще что-то кусками изыскивая для себя как комар сосуд где можно попить крови вот но самое главное не то что он написал не то что он сказал не то что он не понял а то что человек написав комментарий его потом удаляет то есть это то есть что у человека должно сидеть то есть он написал высказал свое мнение а потом как такое брехло какое-то не знаю секундок я не знаю что это как скажем раз и удаляет значит комментарий для чего но если ты считаешь себя правым если ты считаешь себя высказывание своего правдивое так ты зачем его удаляешь пусть люди читают пусть люди тебе пишут зачем ты зачем ты удаляешь это вот для меня очень странно когда люди пишут а потом удаляют вот это наверное и было самое главное посвящение ему потому что сообщение было потом она через какое-то время было им удалено что-то не так пошло что-то не по плану может быть думал что будет какая-то поддержка от других зрителей что там куча лайков появится и все остальное причем ставить самому себе лайк это неправильно я вижу что кто кому что ставит а вопрос в том то что я ставлю себе лайк почему потому что это расскажем это у меня позиция отмечать свои лайки что это я точно ответил людям оставлю всегда свою свой это лора меня научила поставить нужно обязательно сердечко потому что ты понимаешь что что ты этот комментарий прочитал что он не новый а себе я ставлю пальчик вверх потому что чтобы знать точно что я на этот комментарий отвечал это так скажем просто для того чтобы взгляду было видно то что как что я прочитал кому и ответил кому не ответил поэтому вот так вот это удалять свои комментарии ставить удалять свои комментарии ставить саму себе лайки это такое знаете ну немножко попахивает таком нарциссизмом что ли зачем вот и написал если люди посчитают нужным они сами себе бой сами тебе поставят лайки зачем это нужно вот только поэтому наверно в 90 процентов я рассказал вчера не потому что я прочитал глазами пробежал ответил там две строчки мы же сами с усами был ответ ничего обидного не было сказано говорю можно мы будем сами решать что нам делать мы же сами с усами ставить на прививки или не ставить прививки поэтому и человек видимо как-то оскорбился или ждал поддержки от других зрителя а поддержки никакой не оказалось поэтому посчитал что нужно этот комментариев удалить ну в общем вот такая требедень сидит в цветах у нормальной мусорки на украинском флаге прямо коренной украинец посмотри что но все вниз головой повернуть только эту лавку чего ласка мы просим а до нас дякую почему рано время то сколько без пяти женщина голубей кормит вас он такая женщина она очень такая своеобразная старенькая старенькая еле-еле ходит накормит голубей птиц воду тоже выносят голубей птиц горю голубей воробьев вот видите каждую крошечку дома собирает и выносит что вот не только я но тут много кто кормит голубей воду подливают и цветы у нас красивые даже растет крыжовник только почему-то не плодоносит вы на рынке павильон мясо из тамбова посмотрите какая очередь вот алла вот она и у нее очень вкусные огурцы она всегда стоит на одном и том же месте в субботу и воскресенье 315 315 у нее номер на этом ну короче табличка 315 очень вкусные огурцы очень безумно вкусные мы пробовали брать разные у разных людей но у нее самые вкусные поэтому если кто-то в москве будет на приближенском рынке номер 315 не пожалеете но она стоит только в субботу и воскресенье и приходите пораньше потому что потому что мы приехали прошлый раз сейчас время 10 утра начало одиннадцатого просто раз мы приехали время было время было час огурцов уже не было потому что реально к ней очередь марина вот паша и зеленью кстати тоже вкусно вот мы набрали целый пакет зелени салаты пока можно вон огурцы привезли смотрите как мешками наисвежающие огурцы дыни продукты из армении вот здесь как вам мы в дождь идем по улице листья тоже хочешь пиццу пиццу тебе нельзя поэтому будем есть салат из огурцов и помидор если я покажу в камеру просто доча слышала он хочет пиццу уж очень хочет пиццу она очень сильно удивилась нет скажи я буду спать лучше дальше я лучше посплю я лучше посплю в общем мальчик хочет пицца или напиться или пицца мы пришли с рынка успели до дождя потому что в москве дождь прошел но обещали сильный но он такой был но он какой-то такой был слабенький не очень сильный был но на в днх не было сильного как он тут был сильный вот он до сих пор идет такой крапает чё это такое то есть мама посмотрит ну что нашел пиццами какая пицца там кстати спрашивала ирина малова а мукбанк будет я вам сейчас покажу что мне осталось вот что он где она у меня от свекольника или как я даже не знаю что это за блюдо вот у меня что осталось но вчера все съели вот очень вкусно очень вкусно мы купили короче малоселеные огурцы очень вкусные малоселеные огурцы вот они у меня два килограмма вот персики дыню 100 рублей килограмм персики не помню почем не помню почему персики ну в этот раз что-то не черешню ягод ничего не взяли потому что взяли арбуз и арбуз дыню и вот такие малосольные огурчики малосольные огурчики очень вкусные нет я буду ну вот это то что суп вчера видел пожалуйста я худею 480 килокалорий в 100 граммах а в огурцах малосоленых практически калокалорий нет очень вкусно в общем этот суп практически вчера весь съели очень вкусно было мне короче понравилось одно высказывание там у меня зрительница из Наташа она написала комментарий сейчас вот здесь вот вам оставлю короче написала в ответ видимо вот этому марку белову или еще не знаю кому ну или мне просто то что она говорит я тоже поставила прививку все мои родные и близкие и ожидала то что будет короче не блютуза короче и ничего не примагничивается теперь говорит буду только блютуз искать ну в общем смешно очень такой смешной такой комментарий а я вот что разочаровался я думаю то что ко мне будет все примагничиваться так я буду как металлоискатель по городу ходить и золото искать или старые монеты старинные какие-то но к сожалению ко мне ничего не липнет и кстати блютуз по мне тоже никакой не определяется да блютузом опроверяли определяется он вот сидишь на лавке включаешь и там любые айфоны и как люди свой блютуз называют так он и ищется но это не значит что это от меня какой-то блютуз с номером 362 нонси 76 3 1 спектр 61 в 22 такого блютуза не определяется поэтому до маразма человек там доходит ну это вот за эти повернуты на голову знаете фанати фанатике фанатики я хотя сам стараюсь быть верующим человеком есть фанатике бога верующий есть фанатике еще каких-то там марки собирают например а есть фанатике которые касаются вот это вот привычного истории которые пытаются говорить за вот или против прямо но я не такой человек но я считаю то что конечно с блютуз системой Он, конечно, перебрал немножко, и это перебирают те люди, которые пишут вот такую всякую дребедень. Вот. Вот нужно самому проверить, не сидеть где-то на лавочке, а сходить, прививку поставить, и потом через Bluetooth-систему можно, кстати, музыку слушать. Представляешь, как это удобно, да? Bluetooth поставил, и у тебя изо рта льется музыка из телефона, или в ушах сразу что-то зенит. Вот до чего техника дошла. Ребята, мы рак и спид не можем вылечить, мы не можем в космос летать. У нас идут до сих пор разговоры плоская земля или круглая, и говорить о том, что мы не можем земные проблемы решить какие-то, а в нас и какие-то земные болезни, которые люди болеют и не могут никак лекарства найти. Зато у нас, значит, государство в течение трех месяцев изобрело шприц обыкновенный с жидкостью, которую при вас же набирают из обыкновенного шприца, из обыкновенной ампулы, что туда вводят какие-то микро-микро-микро-микро-микро-микро-чипы, которые будут создавать Bluetooth-систему. Это во-первых. Во-вторых, все вы давно, Марк, Белов, отчипированы той системой, что вы зарегистрированы на госуслугах, у вас есть паспорт, у вас есть телефон, и как минимум через телефон вас отслеживают, где вы находитесь, в каком месте, в какой части мира и в какой части города. Скакаете вы, сидите у себя в туалете или гуляете по парку. Поэтому не нужно сочинять вот эти дребеденские мысли по поводу Bluetooth-системы, которую вгоняют внутрь. Но если что, то вот в левой руке, вот у меня здесь стоит Bluetooth-система. Подсоединяйся. Не, не, неправильно, не присоединяйся. А коннекция? Или коннек... Как просклонять? Ну коннект... Приконнект здесь или... Коннекция, король. Коннекция. Коннекция. А ну, блядь, коннекция. Буду ждать.